Наука не стоит на месте. И каждый год в абсолютно разных сферах ученые совершают открытия. Международный форум давно стал той площадкой, где люди, работающие на будущее нашей страны и всего мира в целом, проводящие все свое время в лабораториях, выходят из них и делятся друг с другом своими идеями и новейшими разработками. Форум за свое существование успел погостить в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и вот добрался до Орла. Принимающей площадкой стал Орловский госуниверситет имени Тургенева. Себя показать и на других посмотреть. Приехали более 600 студентов, аспирантов, ученых из стран Европы и Азии. Имена, заявленные в списке участников, известны всему научному сообществу. Это первооткрыватели науки и ее двигатели. Мы занимаемся различными материалами, титановыми сплавами, которые применяются как тазобедренные суставы, как для стендов, медицинских изделий, имплантатов, для зубных имплантатов. Наши ученые представили технологию переработки отходов, а вот сегодня был доклад, вызвало много вопросов, доклад был интересный. В рамках форума стартовала пятая научная конференция. На повестке дня вопросы экологии, медицины, сельского хозяйства, открытия в сфере транспорта, энергетики и даже космоса. Евгений Розанов, например, исследовал изменения климата, многолетней льды и озоновый слой. Многолетняя мерзлота, которая под действием изменения климата тает, там выделяется метан как из почвы, так и из так называемых кристаллогидратов с одноморья. Это может привести к дополнительному потеплению относительно даже самых жестких сценариев, которые мы рассматриваем. Среди множества лиц почти половина юных. Наука будущего, наука молодых. Для них форум – возможность заявить о себе. В ходе мероприятия пройдет финал Всероссийского молодежного научного конкурса, где молодые ученые представят свои исследования и открытия. В числе финалистов – студенты и аспиранты нашего УГУ. По поводу моей работы, она связана с изучением фундаментальных процессов, которые связаны с рейдж-рецептором. Это такой мембранный рецептор, который присутствует во всех организмах, и в данный момент он пока не до конца изучен. И моя работа направлена на открытие некоторых аспектов его работы. Даже столпы науки признают – молодежь имеет все шансы наступления в ведущее научное сообщество. Про раздеправления нет. Не отдам. Но потенциал есть. А в Госдуме раздумывают о том, чтобы придать молодым ученым официальный статус. Конечно, мы хотели бы закрепить этим статусом еще и те льготы, те возможности, которые может предоставить им сегодня государство, регионы. Форум продлится несколько дней. Его участников ждет много дискуссий, выступлений и новых открытий. Даже то, что мы видим сейчас за нами, то есть это общение молодых ученых, всех ученых, скажем так, на этом форуме, ради этого он, наверное, создавался, ради того, чтобы появлялись какие-то новые связи. Ирина Титова, Ирина Волкова, телеканал Первый областной.